Заслуженный отдых. В Чусовом открыли лагерь с дневным пребыванием для пенсионеров. Люди старшего поколения рисуют, лепят, занимаются физкультурой, а самое главное – общаются. Занятия с психологом – одно из многих, что практикуют с группами дневного пребывания в психологическом центре. ЛФК, массаж, досуговые мероприятия, занятия по декоративно-прикладному искусству. Словом, все, что может разнообразить жизнь участников проекта. Мы научились квирингу, мы научились докупажу. И очень много мы узнали от нашего преподавателя, психолога. Нам очень понравилось. Мы много о себе узнали нового, того, чего мы не знали. Летний марафон. В Аханске прошел традиционный легкоатлетический пробег. Дистанция – 15 километров. Участники, каждый желающий, пробег посвятили памяти учителя физкультуры Александра Плешкова. Александр Сергеевич Плешков ушел из жизни. 72 года в полном расцвете сил. Погиб на лыжне. И с тех пор мы проводим в честь его памяти различные мероприятия, в том числе вот этот легкоатлетический пробег. Самой многочисленной в сегодняшнем пробеге оказалась группа, возраст участников которой от 50 до 59 лет. Их было 34 человека. Бегуны растянулись на несколько километров. Главное – выдержать, дойти до финиша. Некоторые из сегодняшних бегунов постоянно участвуют в открытых забегах и в наших, и в других регионах страны, где трассы бывают еще длинней. Для них, конечно, важен результат. А для большинства главное – выдержать, вытерпеть, доказать самому себе, что ты можешь. Все лучше детям. Дизайнеры предложили превратить стены Березняковских детских садов в полотна картин. Пока идет обсуждение, какие именно рисунки украсят здание и сколько эта красота будет стоить. Аляпка – именно так называется детский сад номер 11. Проект под рабочим названием «Птицы» был разработан специально для этого здания. Молодой березняковский дизайнер предложил полностью преобразить фасад до школьного учреждения. Фасад достаточно простой, проведены линии, и птички из оргстекла сидят на этих проводах, на веселых разных проводах, и хвостиками в данном случае направляются в одну сторону под другую. В детском саду уже знают о предстоящих изменениях. Они будут как раз кстати. В ноябре этого года у Аляпки юбилей. Если новое лицо фасада кажется удачным, то именно с него будут писать новую историю преображения до школьных учреждений. С индивидуальным подходом, конечно. А такие проекты типовыми язык уже не повернется назвать.